Добрый день, уважаемые видеослушатели! Возвращается в эфир авторский проект программы «Разговор по делу». Веду я, Андрей Усенко. У меня в гостях сегодня Юлия Долгооршиных, руководитель группы компаний собственного имени. Так скажем. Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте. Вот первый вопрос вызван, собственно говоря, с представлением. Вы кем себя ощущаете? Предпринимателем, руководителем, бизнесменом? Как сами для себя вы отвечаете на этот вопрос? Кстати, все, что касается предпринимательства, в основном мужского рода. Поэтому нам, девушкам, в бизнесе очень сложно. Поэтому вообще я себя изначально определяла как предприниматель. Причем без ца, без женского окончания. А именно предприниматель, человек, который что-то предпринимает и что-то делает в сфере бизнеса. Бизнесмен – это все-таки скорее такое мужское определение, наверное. Бизнесвумен мне не нравится. Поэтому предприниматель. Или руководитель. В связи с тем, что года четыре назад появилась группа компаний, то, естественно, тут группе компаний тоже собственного имени было много всяких. От владелица до владычица. Но суть в том, что, конечно, группа компаний – это руководитель, потому что я руковожу своей группой компаний. Но все-таки по внутреннему какому-то такому, так скажем, пониманию я все-таки отношу себя к предпринимателям. Я думаю, что чуть позже мы вернемся к вот этой теме бизнесмен, бизнесвумен. У нас есть термин «женское предпринимательство». Я не очень понимаю, что он означает. Но мы чуть позже об этом поговорим. Сейчас я хотел бы спросить, опять же, по внутренним ощущениям. Есть какое-то осознание того, что то, чем вы занимаетесь, – это дело всей вашей жизни? Ну, то, что это мне, наверное, предначертано с детства, наверное, все-таки это так. И вообще, в целом, опять же, если говорить о том, можно ли любого человека научить предпринимательство, я тоже в эту тему не очень сильно верю, потому что все-таки, мне кажется, предприниматель – это должно быть где-то глубоко внутри. То есть человек должен в любой ситуации что-то предпринимать и что-то делать, что-то постоянно думать. Вот поэтому я не знаю, можно ли этому научить. Меня, конечно, не очень за это любят те тренеры, которые преподают как раз бизнес и говорят о том, что любого человека можно научить предпринимательству. Поэтому я с детства любила всё, что связано с продажами, с приготовлением и продажей еды, и поэтому делали всей жизни. Но на сегодняшний день, да, это то, чем я занимаюсь, то, что я люблю и то, без чего себя уже, наверное, не представляю. Поэтому на сегодняшний отрезок жизни, наверное, можно сказать, да, это такое моё дело, которое приносит мне удовлетворение. Удовлетворение не только финансовое, но и серьёзно моральное, которое мне помогает в этой жизни двигаться, развиваться и оставаться, так скажем, в позитивном настрое. Ну, при этом ведь как-то приходят к этому. Понятно, что в детском саду там рисуют бумажные деньги, продают какие-то... Да, а что происходит для того, чтобы это стало вот таким делом? То есть какой толчок внутри или какой посыл? Ну, у меня-то всё было очень так прозаично. Я решила, что хочу заниматься чем-то своим, когда меня в декрете не взяли на работу обратно, потому что там было невозможно выходить полноценно на работу, дистанционки тогда не было, вот. И поэтому вот, в общем-то, тогда и задумались как раз о том, чтобы придумать что-то такое, чем можно заниматься самостоятельно. А так как по жизни я человек ответственный и, в общем-то, несу, опять же, ответственность за решения, которые принимаю, поэтому я подумала, что у меня должно это получиться. То есть у меня не было ничего такого, вот как сейчас, опять же, есть эти возможности. Может быть, они и неплохие, то есть там пройти какое-то обучение, типа начинающий предприниматель, да, получить какие-то навыки, которые тебе необходимы, и дальше уже понимать, как ты их будешь применять. Потому что, конечно, шишек-то набила я в самом начале пути очень много. Естественно, без опыта это как-то, ну, не знаю. И плюс ко всему мне всё-таки кажется, что, опять же, предпринимательство, оно связано с каким-то фартом. Там нельзя об этом, ну, думать, что тебе только на этом, на этом ты будешь вывозить свой бизнес. Но в любом случае звёзды должны сложиться так, чтобы всё было именно так, как должно было быть. Вот на тот момент времени мы решили, что приобретём франшизу, и, собственно говоря, уже от этого начали сходить. И на сегодняшний день я тяжело себя, честно, представлю наёмным работникам. Никогда, конечно, не говори никогда, может быть, поступит какое-то нереальное предложение. Но с точки зрения именно вот на сегодняшний день представить, что я наёмный сотрудник, который пусть даже не то чтобы подчиняется кому-то, а вот не может самостоятельно принимать решение полностью, нести за них полностью ответственность и никому не отчитываться за это, ну, наверное, мне сейчас это будет сделать тяжело. Было желание, были моменты, когда хотелось вот всё бросить? Я не очень сама по себе люблю такие ситуации, когда я загнана в какие-то рамки. То есть у меня сразу же мозг начинает так очень активно работать с точки зрения того, чтобы срочно из этого как-то выйти, найти минимум один путь, а желательно два, чтобы у меня ещё было из чего выбрать. И поэтому, конечно, в самом начале, когда, я не знаю, да абсолютно от всего, от того, как мы там с ума сходили и в ночь выставляли товар, да, я думала, зачем я вообще на это всё подписалась до ситуации, когда там вся смена на работу, например, не вышла, да, вот. Всякое было. Чем дальше уже я занималась бизнесом, тем сложнее сказать, что я всё брошу, потому что, ну, вот сейчас на сегодняшний день мне всё так не бросить, потому что это всё сложно, документировано, везде договоры, за мной уже стоит немало людей, за которых я тоже несу ответственность, поэтому, в общем-то, сейчас уже, наверное, это всё не бросишь. Но периодически, конечно, бывали такие ситуации, когда думаешь, зачем вообще в этого всё вписалось, и вообще зачем мне это всё надо, и жилось же мне спокойно и хорошо до этого. Ну, это обычно быстро проходит, так как я сразу же нахожу какое-то решение, и, в общем-то, быстро делаю так, чтобы те рамки, в которые я оказываюсь загнана, чтобы они расширились, и я из них спокойно вышла. Ну, 10 лет группе компаний, вот если объективно посмотреть на ситуацию, условия ведения бизнеса, мы ещё там отдельно об этом поговорим, о некой общественной деятельности в этой сфере, но вот по ощущениям, как у предпринимателя, там 10 лет назад проще было вести бизнес в стране, сейчас или где-то в промежуточном этапе, как менялись условия? У нас ведь очень много заявлено программ поддержки предпринимательства, вообще приоритета малого и среднего бизнеса. Что на самом деле? Я сегодня буквально такую короткую консультацию проводила на тему как раз, вот как упаковать бизнес во франчайзинг, хотя я сама пользователь франшиз, но в то же время, так как я уже глубоко посвящена в этот вопрос, то я уже знаю, как и упаковать, если мне нужно будет упаковать, мне кажется, я и франшизу упакую легко. И вот как раз мы сегодня разговаривали, что 10 лет назад те вещи, которые мне выдавались, они, конечно, сейчас, может быть, не очень актуальны, там вот с первой моей франшизой Паула Конте, когда мне там выдавали даже стандарты обслуживания, то есть даже стандарты обслуживания, конечно же, они уже поменялись сейчас. Покупки носят совершенно другой характер, чем это было 10 лет назад, да, сейчас это уже больше такая эмоциональная подстройка, вот, потому что выбор очень велик, и поэтому вот даже стандарты меняются. Но в то же время, опять же, я вспоминала те материалы, которые мне давались 10 лет назад с точки зрения ведения бизнеса. У меня была очень сильная франшиза первая куплена, начиная от бизнес-планирования инвестиционных расходов и заканчивая потом продвижением. Я, конечно, долго потом на протяжении многих лет, лет, наверное, пяти, все последующие франшизы открывала вот как раз на основании первой. Что касается изменений ситуации, ну, вообще после 20-го года вообще все поменялось, вообще просто кардинально, и я до сих пор себя ловлю на мысли, что да как же вообще все было иначе. Наверное, сейчас основной момент, с которым столкнулись абсолютно все, это как раз поведение всех нас, людей вообще в условиях, вот, наверное, 21-го года после всей вот этой вот пандемии. Кто-то очень сильно там развивается, барахтается, что-то делает, показывает какие-то результаты. Кто-то вообще решил, что это все, ну, нужно плыть по течению. Кто-то в каком-то депрессивном состоянии находится. И это абсолютно на всех отражается, как на покупателях, гостях, так и на сотрудниках, да, с которыми это такая, наверное, основная больная тема. Вот, поэтому, конечно, изменилось. Но вот я говорю о том, что, опять же, ребятам там, которым иногда тоже выступаю на начинающих предпринимателях, на женском бизнесе, я говорю, что в любом случае все инструменты, которые даются, это здорово, потому что там в мое время не было такого количества информации, и даже интернет еще работал не так. И Гугла у меня тогда еще не было. И запросить эту информацию было негде. И вообще я не очень понимала вообще, что такое франчайзинг и все эти отношения внутри этой системы. Вот, поэтому сейчас, конечно, все это намного легче, легче найти эту информацию. С другой стороны, легче потеряться в этой информации. Опять же, тогда вот был, например, топ-10 франшиз, да, основных, в которые было престижно войти. Вот, а сейчас топ-100 франшиз. Вот, и понятно, что ты уже просто, когда я тут готовилась тоже к одному семинару, когда ты просматриваешь, у тебя не то, чтобы глаза разбегаются, ты вообще не понимаешь, да куда же бежать и какие франшизы выбирать. Вот, поэтому, конечно, меняется вся система ведения бизнеса и подхода к нему, но все равно мне кажется, что, наверное, это где-то какая-то внутри какая-то тема. Пойдет у тебя это все, желаешь ты это все развивать, хочешь ты в любых условиях, потому что кризисы были всегда, у меня уже несколько кризисов было. Я, если честно, уже кризис там какого-то, 15-го года, да, я, например, его уже подзабыла. 20-й год уже, конечно, ну, он незабываем, но в любом случае он тоже уже немножко стирается из памяти. Сейчас уже смысл там жить прошлым, да, и вспоминать, о, мы были закрыты, какой был кошмар. Вот, сейчас кошмар не менее кошмаристый. Вот, начиная от персонала, заканчивая там стоимостью всего, потому что растет очень в цене абсолютно все. Вот, приоритетность малого и среднего бизнеса. Я, если честно, могу сказать, что я как предприниматель на себе, конечно, его не чувствую. Я не знаю, по мне, так, как 10 лет назад как-то такое было отношение, так и, в принципе, сейчас оно примерно такое же. Поэтому я бы не сказала, что прямо сейчас в приоритете малый и средний бизнес, и мы это как-то очень чувствуем. Реально ощущаем. Да. Ну, вот, возвращаясь опять же к началу, там есть статистические исследования, которые говорят о том, что, ну, вообще предпринимательскими способностями обладает там 3-4 процента населения. Вот, там, много лет занимаясь бизнесом, а что выделяет, что определяет все-таки предприниматели? В чем их отличительные черты? Ну, вот, кроме того, что они не могут не предпринимать, так скажем. А жилка все-таки какая-то, вот это вот предпринимательское умение вертеться в любой ситуации? Опять же, вот, я для себя определяю, для меня вообще это определение живой мозг, я не знаю, существует оно такое или не существует. Вот это когда ты постоянно думаешь, ищешь лучшие варианты, когда у тебя там, что бы это ни было, выходной день, отпуск, там, я не знаю, там, 1 января, вот, ты в любом случае думаешь, каким образом у тебя что происходит, как у тебя сейчас в подразделениях дела идут, как со своими партнерами простраивать отношения. Вот это именно какое-то, я не знаю, какая-то, что ли, ну, вот, вот, вот эта живость какая-то по жизни. Ну, а вы несколько раз произнесли слово ответственность. Не это отличительная черта, когда ты ни на кого ее не перекладываешь, а несешь ее сам? Ну, да, я достаточно часто сталкивалась по жизни, и ко мне приходили сотрудники, которые, например, предположим, в крупных организациях, где они уже привыкли, что, да, ты, ну, несешь ответственность, конечно, за свой, там, Но всегда есть те, с кем ты ее разделишь. Да, 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 и в любом случае, там, ну, для тебя это может сказаться только, там, в крупной компании, ну, не знаю, рублем, там, у тебя, там, премию не выплатят, да, и то тебе зарплату, там, обязаны выплатить. Вот, а здесь ты понимаешь прекрасно, что ты, тебе вообще не на кого переложить эту ответственность, то есть, ты не можешь так сказать, что все, я в домике, я все на клюшку закрываю, не знаю, там, огори все синим пламенем. Опять же, 20-й год, да, как показал, да, то есть, ну, люди, которые просто были, ну, трудоустроены на работах, их там отпустили в отпуска, да, и, в общем-то, там, они были оплачиваемые, и все, да, в оплачиваемые отпуска, у кого-то даже в дважды оплачиваемые. Не рабочие дни это были. Да, вот, а ты тут, извини меня, оказывается, должен, вот, когда у тебя ничего не продается и ничего не реализуется, каким-то образом должен, вот, как раз вот этих людей-то, которые отправили в отпуска, им выплачивать деньги, и ты понимаешь, что ты эту ответственность-то, конечно, ни на кого приложить не можешь, ты исключительно сам несешь полностью, там, всю ответственность. Ну, кажется-то ведь, что наоборот, то есть, многие же считают, что предприниматель захотел, работает, захотел, закрыл полностью все. Ну, если, возможно, возможно, если это, там, какое-то небольшое дело, да, то, возможно, да, у многих есть такое понимание. Я группу компаний, еще раз повторюсь, не смогу закрыть в один день, да и, в общем-то, не захочу этого сделать, зачем мне приносит, я еще раз говорю, это не столько, там, финансовое удовлетворение, сколько морального удовлетворения, потому что, как бы это ни пафосно звучало, но я каждый раз говорю о том, что я горжусь теми брендами, которые представлены в городе Кирове, они представлены благодаря мне, и многие мне об этом говорят, и мне, конечно, это очень приятно, и я вот действительно горжусь тем, что у нас есть в городе Кирове такие бренды, которые федеральные, которые представлены в крупных городах, о городах-миллионниках, поэтому, как бы, для меня это такое собственное удовлетворение, и поэтому понятно, что я не собираюсь взять, и если это мне все надоест, закрыть. Вот уже переходя к более конкретному, есть любимчики среди них, среди брендов? Я свои бренды как детей, я такая многодетная мать, невозможно же сказать, что ты одного ребёнка любишь больше, чем другого. Любовь, она может быть немножко по-разному проявляться, поэтому понятно, что тот первый бренд, который ты открыл, к нему особенно какое-то трепетное ощущение. Да, я очень люблю, например, мужской бренд, потому что мне очень приятно, особенно это вот как раз вот было, когда у нас только начала летать Победа, и я помню очень хорошо, когда в автобусе едешь, и смотришь мужчин, которые в командировку летят из Москвы в Киров, и я смотрю, один в костюме канцлера, другой в костюме канцлера, третий там в Петровке канцлер, и это прям так приятно, так красиво, просто одежда у нас просто шикарная, вот, ну и мой, наверное, основной такой бренд с точки зрения, опять же, желания, я очень его хотела, это, конечно, шоколадница, потому что я хотела открыть этот бренд, я уже тоже много где об этом рассказывала, ещё со времён института я защищала такой проект, вот, и мне прям хотелось, чтобы была шоколадница, но это не розница, это сфера общественного питания, это совершенно всё другое, это живой организм, за которым постоянно нужно наблюдать, который постоянно нужно контролировать, но он с точки зрения какой-то, я не знаю, опять же, внутреннего удовлетворения, он такой прямо особенный тоже бренд. Ну, смотрите, вообще считается, что общепит – это самый сложный и непредсказуемый бизнес. Вот бытует такое мнение, причём не в России, а вообще международная интернациональная там позиция, да, потому что очень сложно создать долгосрочный проект, очень легко, быстро всё потерять, такое сложное управление. Вот для вас это так? Это самый сложный бизнес из всех, что сталкивались? Конечно, в самом начале, когда я… Я вообще думала, что я открою шоколадницу, вложусь, так скажем, деньгами, возьму себе управляющего и буду посматривать за этим брендом, но при этом буду заниматься розницей, которая мне понятна, которая мне любима, в которой нет там огромного количества проблем. Вот. Ну, так как у меня практически сразу же управляющий на периоде ввода кофейни покинул компанию. Почему? Почему? У меня, кстати, многое сменилось. Ну, потому что, наверное, я весьма требовательная. И, ну, я поняла, что либо я сама занимаюсь этим проектом… Становлюсь управляющим. Ну да, можно сказать, становлюсь управляющим. Можно сказать, что я, в общем-то, управляющая всей своей группы компаний, поэтому если бы я не погружалась так глубоко в каждой из процессов, как бы мне иногда не хочется что-либо переложить и сказать, да что же я опять сама провожу, например, собрание, да, со всем коллективом, хотя у меня есть руководители, которые могут это сделать, но я всё же понимаю, что это необходимо делать, с этим необходимо работать. Вот. И поэтому, конечно, я сразу же поняла, что мне придётся и в холодильнике заглядывать, и по маркировке разбираться, и вообще не то чтобы читать техкарты, но если, не дай бог, кто-то прижмёт, видимо, и техкарты смогу прочитать и понять, как что готовится и калькулируется. Вот. Именно поэтому, кстати, так как бизнес тяжёлый и был неизвестный, именно поэтому франшиза. Мне же многие очень вот и местные предприниматели, и знакомые говорили о том, что Юль, да что ты, зачем ты вообще вкладываешься? Это же деньги, то есть я же ежемесячно плачу от оборота суммы определённой компании головной. Они говорят, зачем тебе это надо? Да что подумаешь открыть там, не знаю, кафешку. Вот. А именно поэтому, потому что это действительно сложный, тяжёлый бизнес, а бренду шоколадницы, естественно, невыгодно, чтобы он поработал год, например, полгода и закрылся, естественно. Что самое сложное? В чём? В общепите. Как в бизнесе. Наверное, настроить сотрудников, чтобы они выполняли все требования. Ну, то есть, если необходимо следить за маркировкой, и чтобы продукты были свежие, у нас кухня полного цикла, и мы готовим прямо там, то это необходимо доводить до автоматизма, открывать холодильник, доставать оттуда, если, не дай бог, увидел какую-то просрочку. Уж не кидаться, конечно, каким-нибудь куском мяса замороженным в сотрудниках, но мы бывали случаи, когда мы прямо доставали из холодильника, если мы что-то видим, что что-то не то, прямо на пол это всё складывали, потому что иногда, мне кажется, просто невозможно объяснить это словами какими-то. Чтобы выполняли определённые требования, чтобы блюдо выглядело именно так, как оно должно выглядеть, чтобы нарезка была именно та, которая должна быть. Всё-таки эта сфера питания, она такая опасная с точки зрения, опять же, всех продуктов, чистоты, да, приготовления. Мы очень следим за чистотой, мы ежемесячно сами проверяем эту чистоту. И, ну, наверное, вот самое сложное, опять же, упирается в персонал, да, который уже, я говорю, я могу привести там любой бренд, но всё упирается в то, кто с этим брендом будет работать. А так как сейчас с сотрудниками вообще такая ситуация очень тяжёлая, вот, поэтому, наверное, вот в этом основная и сложность. А что самое приятное в этом бизнесе? Самое приятное, то, что я сама могу тут кушать. Вот, например, у нас сейчас новинка в шоколаднице осеннее меню, и они у меня варенье сварили сами, очень вкусное. Вот я сегодня принесла маленькую баночку, мне этого варенья налили с собой, и я думаю, какая я счастливая, мне даже не надо самой это варенье варить, а у меня вот оно есть. Ну, вот, собственно говоря, я начинаю понимать, что ты, вернее, замечаю отличительные черты предпринимателя, не упускать ни одной возможности и рассказать о своих брендах, своих новинках прямо сейчас в эфире. Но вот при этом в Кирове, как многие гости нашего города отмечают, в целом сфера общепита достаточно сильно развита по сравнению с сопоставимыми городами. У меня там гости, которые приезжают, говорят, что у вас очень хороший уровень даже на уровне городов-миллионников и с точки зрения выбора, и с точки зрения качества. Чем можете это объяснить? Почему в Кирове так произошло? Так ли это, по вашему мнению? То есть, что у нас со сферой общепита? Сказать, что у нас очень развита культура общепита, ну, вот, с точки зрения посетителей, да, там, клиентов, я бы не сказал. Но при этом сами заведения очень достойного уровня. У меня тоже приезжают гости, мы тоже ходим по заведениям. Вообще определенный, так скажем, сегмент, в котором там и я работаю, да, и люди, которые меня окружают, находятся, я его расцениваю как сегмент средний плюс. Если рассматривать в этом сегменте, не такое большое количество, конечно, у нас заведений, и мы их там все знаем. Ну, я сейчас не о количестве, да, то есть не количество, а о качестве. Я об этом говорю так, вот у меня есть гости, которые, ну, несколько раз приезжают. Я говорю, вот раз на пять, на шесть вас сводить в новые заведения там, да, не повторяюсь, у меня хватит точно, и я буду уверен в том, что это будет хорошее, достойное заведение. Ну, душа, наверное, все-таки. Мы же, опять же, знаем, в общем-то, основных игроков сферы общепита, и все они ребята, которые замотивированы. Опять же, мне иногда кажется, что все равно вот это какая-то, вот действительно, это должна быть не финансовая цель первоначальная, да, вот получить прибыль, а вот что-то должно быть, какой-то, не знаю, романтизм, что ли, в этом предпринимательстве какой-то должен быть, вот именно с точки зрения, там, гордиться, что есть бренды, как я горжусь, кто-то гордится, что у него там суперкухня, да, как он, кто-то гордится суперсервисом, да, кто-то гордится тем, как у него все оформлено, у нас есть интересные заведения, да, с точки зрения именно оформления, там, дизайнерских каких-то решений, вот. Поэтому это, наверное, такие предприниматели романтики, которые, я надеюсь, есть по всей стране, ну, может быть, у нас, например, в Кирове они в особенном сконцентрированы, да, 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 особенная концентрация, потому что я реально очень хорошо отношусь к нашим предпринимателям, которые вот работают в нашей вот, в этой вот целевой аудитории, и они действительно все такие чуть больше, чем просто стандартный предприниматель. Ну, как говорили некоторые мои гости, тоже приезжавшие, они говорят, повезло, что в Кирове там никогда особо много денег не было, у вас хранился там, например, исторический центр города, да, и вам приходится брать другим. Ну, и, собственно говоря, достаточно традиционно отмечают там, что люди у вас хорошие. По всему остальному могут быть вопросы, а здесь вопросов практически не бывает. Ну, мы сейчас уйдем на короткую рекламу, потому что у нас будет вторая часть программы, мы поговорим уже о других темах. Шоколадница сколько уже? Четыре с половиной года в Кирове представлено. Будет пять. Да. Подумайте, пока мы будем слушать рекламную паузу над вопросом, и будете ли вы готовы на него ответить. Откроется ли что-то в обозримой перспективе в вашей группе компании еще. А мы пока выходим на рекламу, это программа «Разговор по делу», вернемся через несколько минут. Возвращаемся, это программа «Разговор по делу», веду ее я, Андрей Усенко. В гостях у меня сегодня Юлия Долгооршинных, руководитель группы компаний собственного имени, владелица, как она сама себя представила. Я не представляла себя владелицей, а руководителей. Поговорили мы про общепит, и обещал я нашим слушателям задать вам вопрос, появится ли какое-то еще направление, еще какой-то бренд в вашей группе компаний в обозримом будущем. А вот тут вот Андрей Леонидович, я вас не порадую, потому что о моих планах, мои планы, они такие исключительно в голове. Может быть, я в этом плане чуть-чуть суеверна, хотя, в принципе, по жизни я не особо суеверна, но я их никому не рассказываю. Обычно у нас даже в компании все понимают, что что-то будет, и уже такие готовятся к тому, что «ох, сейчас будет бум-бум-бум», вот, и все сейчас забегают. И я вот это все вынашиваю, вынашиваю, и когда я уже понимаю, что больше скрывать времени нет, и надо уже заниматься проектом, я тогда начинаю своим сотрудникам говорить, вовне мы вообще не говорим до последнего, вот, поэтому я обычно не рассказываю по поводу появления каких-либо брендов. Но могу сказать, что в этом году мы очень серьезно вложились в проект в торговом центре «Макси», потому что мы открыли там сразу несколько подразделений и серьезных подразделений, включая, опять же, кофейню. И поэтому мы такие, это у меня все, ребята говорят, слава богу, мы исчерпали этот лимит на год, потому что мы, конечно, там дневали и ночевали, и вообще выстраивать с ноля проекты, это сейчас на сегодняшний день очень такая тяжелая история, потому что у меня такие нулевые проекты были как раз с Джиммолом, вот тогда мы открывались Паула Конте 10 лет назад, а все последующее я заходила в основном уже в работающие торговые центры, когда у тебя уже не надо там класть пол, делать потолок, перекрытие и все такое, то есть ты, в принципе, уже там, ну, не такие вложения инвестиционные, вот, поэтому можно сказать, что на этот год я пока, в общем-то, с точки зрения открытия новых брендов немножко успокоилась, но у меня всегда есть виш-лист, который я периодически рассматриваю, либо дополняю, либо на меня кто-то выходит из Москвы и рассматриваю вот с точки зрения... Ну, с этим годом понятно, но будет год и следующий. Да, да, год до конца подходит. Вопрос, который я обещал. Есть женский бизнес? Или бизнес не имеет половой принадлежности, гендерной принадлежности, как принято сейчас говорить? Ну, для меня лично нет вообще никакой разницы между женским и мужским бизнесом. Для меня есть разница между мужчиной и женщиной и пониманием вообще там каких-то особенностей. Понятно, что, предположим, если идут какие-то серьезные переговоры, без разницы, то тут какого ты пола, да, главное, чтобы там были достигнуты определенные договоренности. Но в любом случае девушкам можно пользоваться какими-то приятностями, вот, и там разрядить обстановку, например, что я люблю. Вот я всегда чувствую, когда на каких-либо переговорах либо на каких-либо встречах, вот, когда в, так скажем, в воздухе повисает какая-то звенящая такая вот напряженность, и я вот обычно пользуюсь тем, что я могу разрядить немножко обстановку, и как-то сразу такое ощущение, что все выдыхают, да. Вот. Мужчины все-таки, ну, не пользуются там чаще всего таким оружием. Ну, вот, я не могу сказать, что есть какой-то там женский бизнес, бизнес с детьми там или еще что-то. Ну, то есть, опять же, это твоя ответственность, и без разницы там, кто у тебя заболел, где там у тебя там какой садик, или еще что-то, или еще что-то, ну, как бы для меня абсолютно никакой разницы нет. Ну, то есть разницы нет, но преимущество есть. Преимущество есть. У девушек вообще преимущество по жизни есть. Ну, несомненно, ladies first, что называется. Ну, вот как раз по поводу разряжения обстановки, там, напряженной какой-то ситуации. Я вас люблю наблюдать с точки зрения публичной активности. Причем как в деловой плоскости, так и, ну, так назовем это, светской жизни. А вот вопрос первый в связи с этим. Это вот личная позиция или это бизнес-потребность? Вот эта активность общественная. Ну, личная, наверное, да. Я же такой активный очень человек. И вот мне постоянно нужно быть чем-то интересным, занятым. То есть вот у меня, предположим, идёт всё более-менее нормально по бизнесу. И мне вот хочется что-нибудь такое. Я постоянно, например, возвращаюсь к мысли, что я много-много лет хотела, например, преподавать. Вот. И я постоянно такая, у меня появляется какая-нибудь свободная минутка. И я такая думаю, а может быть. Вот потом, правда, что-то всё закручивается, закручивается. Вот. Ну, и, собственно говоря, уж если там быть представителем, да, определенной отрасли, а я же являюсь представителем розничной торговли, да. Руководителем ассоциации, даже я бы сказала. Вот, благодаря торгово-промышленной палате и вам. И, ну, я привыкла, опять же, всё делать качественно и хорошо, поэтому если необходимо представлять интересы, то я, конечно, буду представлять, я, конечно, буду готовиться к этим мероприятиям. И, в общем-то, ну, это вот моё такое, наверное, внутреннее. Хорошо. Теперь у нас буквально остаётся несколько минут, и у нас такой традиционный достаточно блок «Блиц-вопрос». О, боже мой. Я, кстати, не очень люблю «Блиц-вопрос». А придётся. Когда умрёт оффлайн-торговля? Никогда. Как можно выбрать нижнее бельё через интернет? Это невозможно. Девушки меня поддержат в этом. Хорошо. Три плюса и три минуса бизнеса по франшизе. Ну, плюс – это имя раскрученное, это стандарты ведения бизнеса, это вообще сама модель. И третье – это, наверное, продвижение, опять же, на уровне самой компании, в которую ты, в общем-то, можешь даже и не вкладываться у себя на местах. Минусы. Ну, деньги, потому что хорошая, качественная франшиза стоит дорого. Затем минус. Для кого-то это минус, что нужно исполнять определённые стандарты. Я для себя лично это минусом не называю, но очень многие говорят, что вот, зажаты в рамках, там обязаны делать так и так. То есть это вот показан, как такой яркий минус. Ну, ещё, наверное, из таких минусов, что нельзя очень быстро соскочить. Опять же, я уже говорила об этом, что никакой компании, качественной компании не выгодно, чтобы бренд проработал мало в том или ином городе, регионе. И поэтому, конечно, так, что ты такой что-то вложился, и у тебя не получилось, такой быстренько закрылся, но это будет сделать сложно, потому что у тебя есть и договорные отношения с этой компанией и всё прочее, поэтому быстро не соскочишь, я это так называю. И третий вопрос Блица. Топ проблем бизнеса в настоящий момент? Топ проблем бизнеса, на первом месте, это персонал. Это то, с чем мы сейчас все столкнулись и немножко до сих пор не понимаем, каким образом дальше это будет происходить, и что это сейчас пик, будет ещё хуже, будет когда-то лучше, будет иначе. Мы ещё пока даже, ну, вот предприниматели, работодатели не очень понимаем вообще, что происходит. Затем, конечно, рост цен абсолютно на всё, то есть и на товар, который я закупаю компанией, и на продукты, которые просто растут в какой-то геометрической прогрессии, и вообще абсолютно на всё, на всё растут стоимость. Третье, да даже не знаю, что ещё сказать. А, ну, кстати, знаю, что сказать. Наверное, вот это количество, знаете, таких вот, мы вроде бы как бы вне проверок живём уже два года официальных, а мы, например, только и делаем, что собираем огромное количество документов по запросам. Вот, поэтому это, конечно, отнимает очень много времени, хотя сейчас настолько прозрачна уже вся эта система, да, можно посмотреть и как абсолютно весь твой оборот, и там как ты налоги очисляешь и всё прочее, при этом постоянно проходят вот эти вот запросы, на которые мы тратим очень много времени и силы, и усилий. Ну что ж, спасибо. Это был разговор по делу с Юлией Долгооршиных, руководителем группы компании собственного имени. Юлия, я вас благодарю и желаю вам, чтобы проблем становилось меньше, удовольствие от того, чем вы занимаетесь, становилось больше, появлялись какие-то новые бренды, новинки, ну а, собственно говоря, ваши клиенты, потребители и ваши гости получали не меньше удовольствия от посещения ваших компаний, чем вы от руководства ими. Спасибо. Это была программа «Разговор по делу». Следующий выпуск через две недели. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова